Уж небо осенью дышало, короче становился день, и там что-то тень, дальше не помню. Доброе утро, друзья! У нас сегодня 8 сентября, время около 6 часов, и с утра такая замечательная погода, но днём у нас всё равно жарюка. Но всё равно, хоть ночью уже теперь можно спокойно спать, я даже иногда прикрываю балкончик, потому что ветер, видите, какой у нас ветер, ветер, ты могучий. И что меня ещё больше всего радует, это то, что он сейчас в мои окна, и такая свежесть по утрам вообще прекрасная, прекрасная. Я вижу, сейчас вот стояла тут смотрела вначале перед тем, как снимать, вот там, не знаю, видно вам или нет, скорее всего, что вам не видно. Под окном, сейчас скажу, 1, 2, 3, да, уже они всё равно залезли. Видимо, у воробьёв под карнизом на окне, на третьем этаже, на кухне, домик. И они туда только юрк, юрк, и их там нету, представляете? Устроили себе домик, видимо, места там есть немного, и они туда заползают, устроили там домик себе. Вот, у меня вчера такой насыщенный день был, день открытых дверей. Комушка приезжала, затем приходила соседка, мы долго с ней общались, потом звонила дочь, долго общались, брат звонил родной мне, тоже долго общались. Сестра двоюродная с утра звонила, прям, я говорю, вообще, моя Зоя уехала в санаторий, дают пенсионерам путёвки у них, вроде какой-то депутат оплатил, и получается, что ей повезло, и она поехала в санаторий бесплатно. У неё две собачки, она не знала, на кого их оставить, но я говорю, Зоя, такой шанс, выпадает раз в жизни. Говорю, ты уж извертись. А Зоя, это Зоя Циба, которая связала занавеску. Это у нас совместный проект, мы вместе с ней выбирали вот эти все мотивы. Вместе, ну, вязала, конечно, она, тут разговоров нет. И вы спрашивали, из каких ниточек она вязала, она вязала из снежинки, крючком номер один. Это ещё не вся штора или занавеска, то есть их будет две. Это она связала первую, вязала три месяца. Будет ещё вторая. Кайму нижнюю выбирала она сама, а вот эти верхние два узора, эти выбирали мы вместе. Компоновали, я имею в виду, подбирали, делали подборку мотивов, подборку филейного узора. Ну, конечно, одно дело подобрать, другое дело связать. Тут вопросов нет. Вот, ну, красота, конечно, неописуемая. Так, я желаю всем хорошего дня. Я планировала сегодня сходить с утра на рынок. У меня нет вообще овощей, вообще нет. Пока есть ещё возможность покушать кабачки, помидорчики, огурчики. Надо по прохладе с утра сходить, купить, потому что, ну что ж это такое. Сидеть без овощей я не могу так. Люди уже вовсю ездят, каждого свои дела, суетятся. Ну, ладно, пойду и я заниматься своими делами. Дорогие друзья, у меня ещё одна такая большая радость. Доставили мне планетарный миксер, я не могу, я так рада. Вы не представляете, как же я рада. Я говорю, я радуюсь, как маленький ребёнок. У меня просто, вот, я передать даже не могу, как у меня всё внутри трепещет. Расскажу историю этого миксера. Я проснулась утром, и мне пришло сообщение о том, что на счёт поступили деньги в количестве пяти тысяч. Когда я открыла, там было написано, что это от Елены, и сообщением было написано, Ирина, купите, что хотите. Ваша благодарная подписчица. Ой, товарищи, естественно, для меня это такие большие деньги. Первым делом у меня зачесалось купить пряжу, естественно. Такая сумма большая купить пряжу. Ну, мне надо перевязать ещё ту пряжу, которую я уже накупила. Вот последние, как говорится, покупки. Мне нужно, в общем, пока повременить, скажем так, закупками. И тогда я, конечно, села в интернет, в Азон, и хотела купить вначале соковыжималку. Но с соковыжималкой я пролетела, как я уже говорила. И вот я, значит, остановилась на этом планетарном миксере. Значит, я его купила вот за такую сумму. И вот его название. Вот это, этот планетарный миксер. Как он работает, я ещё не знаю. Я не пробовала. Сразу бросилась вам снимать. Ну, здесь, конечно же, как у всех миксеров, для теста, для взбивания и для перемешивания. Естественно, я для, прежде чем его выписать, всё про него прочитала. И он мне шёл аж с Новосибирска. Представляете? Доставка была с Новосибирска. И вот, как бы, мне доставили. Я, конечно, рада. Я не знаю, вот сегодня, завтра я испробую его, пока не знаю. Но мне надо, чтобы страсти мои улеглись. Потому что, прям, я не знаю. Сейчас начну смотреть рецепты, какие я никогда не пользовалась. Миксером таким. Ну, я думаю, раз другие пользуются, значит, и я тоже смогу. Вот. Ну, и теперь, видите, как бы я подумала, что мне с каждым разом всё труднее и труднее замешивать тесто. Иногда давление бывает, иногда ещё что-то. Но в большей степени сыграло то, что мало ли чего, вдруг ещё будет волна коронавируса. А я буду хлеб печь дома с перспективой на будущее. Не дай бог, конечно, чтобы эта волна была. Но, в общем, теперь у меня есть ещё один бытовой прибор. Ещё раз огромнейшее спасибо, Лена. Огромнейшее, огромнейшее всем. Тем, кто вот так вот щедро делится. Чем бы то ни было, чем бы то ни было. Кто-то там смотрит рекламу, кто-то по мере возможности присылает финансовые мне вливания. Кто-то присылает подарочки, всевозможные посылочки. Спасибо вам огромное. Я вам безмерно благодарна. Безмерно. Спасибо, спасибо, ещё раз спасибо. Ну что, друзья мои, я дождалась у нас наконец-то на улице прохладнушкой. Так хорошо, просто прелесть. Я пока не вышла на ветер, думаю, поделюсь с вами великой радостью, что у меня наконец-то утро такое прям, знаете, хорошее. В том смысле, что я даже посмотрела, у меня температура в комнате 25 градусов. Представляете, 25 градусов в комнате. Это вообще красота. Вот, я собралась идти в магазин. Видите, ветер какой. Ну, меня он радует, пускай. Пускай будет. Конечно, когда ветер ледяной, холодный, то это плохо. А этот ветер просто освежающий. Я что ещё хотела сказать? Я хочу поздравить с моего экрана в моём видео Маргариту. Маргарита, дорогая моя, поздравляю тебя с рождением, внука. Это такая большая радость. Я просто, знаешь, вместе с тобой и плакала. Почему? Потому что сразу нахлынули воспоминания, как родился мой внук. И, естественно, я понимаю и разделяю все твои чувства. Желаю здоровья твоей доченьке и малышу, чтобы они росли крепкими, здоровыми, чтобы у них всё было благополучно. И чтобы у тебя было здоровье врастить внуков, помогать дочечке, потому что это тоже очень важно в наше тяжёлое время. Это, знаете, семья должна быть сплочённая. Поэтому я тебе этого тоже желаю. Ну, что ещё пожелать? Я просто вот разделяю твою великую радость и прям очень-очень прочувствовала её. Ещё раз поздравляю тебя, дорогая моя. Вот. Я вчера не сходила в магазин, потому что сидела в режиме ожидания. И, оказывается, я просто-напросто забыла, что мне должна была прийти доставка. И, знаете, и хорошо, что я не пошла, потому что я начала видео выставлять, и у меня начались такие проблемы. Я, короче, у меня же видео почти на час было. Я его отредактировала, всё сделала. И начала сохранять, и он меня сохранил, это видео сохранилось в каком-то непонятном формате, что он не открывался. Я вообще не понимаю, что это такое. Пришлось мне по второму кругу это всё редактировать, вырезать там, где надо, и всё остальное. Потому что для тех, кто не понимает, я видео склеиваю из маленьких видео-отрывочков. Вот, и, конечно же, редактировать очень много времени занимает, особенно, когда большое видео. И потом начала выставлять на YouTube то же самое. Три часа загрузка, представляете? Я давай перезагружать свой компьютер, давай роутер отключать, включать. Ну, в конце концов, добилась того, что 32 минуты загрузка. Ой, я перенервничала вчера, ой, да ну. Ну, конечно, и доставка уже потом пришла, но я уже никуда не пошла. Уже после такого вот полустресса, скажем так, и настроения не было куда-то идти, и вообще. Вот, а сегодня с утра такая замечательная погодка. Я думаю, надо идти. Так вот, утром сегодня проснулась, опять начались проблемы с интернетом, я не договорила. Вот, включается и отключается, включается и отключается. Я решила, что это с YouTube какая-то проблема и так далее, а скорее всего, что с интернетом. Я, естественно, позвонила своему провайдеру, записали какую-то там заявку, сказали в техслужбу. Ну, не знаю, я сидела и думала, что они сразу перезвонят, но уже прошло почти три часа, никто не звонит. Я думаю, опять я просижу в режиме ожидания и опять никуда не схожу. Поэтому вот я сейчас вышла на улицу и сейчас пойду. Основной мой курс, чтобы купить овощи, потому что у меня в холодильнике, хотите верьте, хотите нет, мышь повесилась. Вообще, этот раз я все подкушала, ну, как бы у меня есть там картошка, овощи есть, я в любой момент могу приготовить. Но вот что касается молочных продуктов, овощей, у меня вообще ничего нет. Ну, я имею в виду помидоры, огурцы, там зелень и все то, что я люблю, в общем, так сказать. Вот, поэтому я пошла в сторону рынка. Быстро покажу, что я тут купила. Купила я здесь. Ай, пакет рвется. Помидорчики. Вы представляете, вообще рынок пустой, никого на рынке нет. Хотя я пошла поздно, уже 11 час, а на рынке никого нет, представляете? Ну, я имею в виду из тех, кто продает. Значит, я купила вот такие бедрышки домашней курицы. И 149 рублей акция у нас сегодня была на них. И я купила. Не знаю, сколько они в обычный день стоят. Ну, я купила 4 бедрышки. Бедрышко сейчас разложу. Это мне будет на... Первое я их порублю, так как мне надо. И я обычно маленькие кусочки, я не полностью бедрышко беру. Я же готовлю литровой кастрюлькой, поэтому мне надолго этого хватит. И еще купила вот такую курочку, хочу запечь. Сегодня была пенсия, я и получила. С пенсии всегда покупаю себе. У меня уже как традиция. Покупаю себе курочку и запекаю в духовом шкафу. Вот. Купила колбаску такую, как я вот в последнее время стала покупать. Мне очень понравилась эта колбаска. Не знаю, что здесь намешано, но очень вкусно. Помидоры по 80 рублей. Я в этом году такие дешевые помидоры не покупала. И не знаю, какие они будут на вкус. Конечно, вот на вид они какие-то, вот видите, с белыми какими-то прожилками. Но я надеюсь, что они будут внутри нормальные. Хотя вот они недоспелые, но мне как раз нормально. Потому что я, конечно, не съем все их сразу. И, в общем, полежат, подспеют, будут хороши. Вот эти помидоры по 60 рублей, вот такие манюськи. Но они красненькие. И я их купила себе на борщик. Сейчас буду готовить борщ. Вот. И купила два ситничка себе. Один положу в морозилку, один оставлю здесь. Купила вот такую итальянскую чебату с чесноком. Это с борщом мне нравится. И купила вот такой батон. А трубной я сейчас его заложу в морозилку. Вот такие мои покупки. Нет, еще не все покупки. Еще я купила тромбоаз и купила тромблес. Такую вот. Тоже. Цены. 800 чем-то рублей отдала за это, за все. Ну, вы знаете, вот вы мне там советовали оскорутин. Оскорутиновая мазь. Гепариновая. И. Ой, как же это еще называется. Пантенол. Да. Все это по отдельности я покупала. Не знаю. Может это надо смешивать или еще что-то. Как-то вот по отдельности мне не очень помогает. А вот этой мазью намажу и мне становится лучше. Ну, уже у меня с ногой вообще стало получше по сравнению с тем, что было. Но, тем не менее, еще есть остаточное явление. И хочу все это до конца долечить, скажем так. Так, у нас пустили, ой, собираются пускать поезд прямой в Волгодонск-Москва. И уже на 9 октября продаются билеты. Вчера разговаривала с дочерью. Она мне сказала, что мама, если не объявят коронавирус, на конец октября покупай билет, приезжай, пойдем, сходим здесь. Есть, ну, у них в Подмосковье есть, как бы, флебологическое отделение. Наверное, это так назвать надо. Ей посоветовали там хорошего врача. И она говорит, что вроде как ее все хвалят, эту же девушку. Ну, женщину-девушку. Вот, она уже к ней носила мои результаты УЗИ, назначение она мне делала. И я вот благополучно по ее назначению лечилась, да. И теперь надо приехать туда на осмотр уже визуальный, так, чтобы она увидела, что есть, еще раз сделать УЗИ. Ну, и от этого еще раз отталкиваться. Так что, я, конечно, надеюсь, что у нас будет все нормально, не объявят вторую волну коронавируса, потому что мне надо лечить свое здоровье. Вот. Так что, вот такие дела. Мне пришла посылочка с Алиэкспресси. Я сейчас пускалась вниз и, смотрю, лежит в почтовом ящике. Вот. Посмотрим, что тут нам пришло. Ну, да. То, что я выписала. Еще одна должна прийти. Это вот такие резиночки, которые в местах прибавок иногда вставляют. В общем, я не знаю. Я никогда ими не пользовалась, но видела, как пользовались девочки. А мы же, как сороки. Что у кого увидели, надо обязательно повторить. Вот. И говорят, что это очень удобно. И вот я решила тоже приобрести, потому что, как бы, маркеры обычно я вешала. Ну, вот. Теперь попробую такими резиночками. Я же говорю, никогда я ими не пользовалась. Это будет у меня впервые. Попробую и расскажу. Удобно, неудобно. Вчера, когда я выставила свое видео о том, что у меня вяжется, и рассказала о пряже, вот этой. То есть, это бабушкин носок и у меня Лизе Экстра. Леночка Попота, которая мне отправила эту пряжу, сказала Ирина, вяжите на спицах большего размера, так как эта пряжа садится. И то, что я там начала вязать ораны, я распустила. И начала еще один образец вязать, вот такой большой. Но тут по-другому никак не попробуешь. Здесь я совместила несколько узоров, да. И смотрю, что мне как бы не очень нравится то, что я здесь вяжу тоже. То есть, оран тот я отмела, потому что он мелковатый для моей толстой вязки. Здесь у меня итальянский набор, да. Я не хочу, чтобы внизу была резинка, поэтому я вот здесь сделала итальянский набор. Это, конечно, полочка. И как раз она по той ширине, по какой должна у меня быть. Ну, не знаю. Провяжу сейчас еще. Я не жалею время на то, чтобы там затратить время и провязать какое-то количество, чтобы понять, устраивает меня это или нет. Потому что вот сейчас вообще ничего не понятно, да. Виден узор, не виден. Будет симпатично, не симпатично. Но вот сейчас я смотрю, мне не очень нравится. А там вдруг дальше будет нравиться. Кто его знает. Вот. Так что я сижу тут, провожу эксперименты. Здесь я вяжу рукав. Вот еще сколько мне его осталось связать. Два аэропорта связала, еще связать три. Вяжу потихоньку. У нас сегодня вообще красота красивая. Надеюсь, что... Я имею в виду, видите, не договорила. Перескакиваю. По поводу погоды красота красивая. Просто вообще... Мне настолько нравится, потому что очень прям комфортно я себя чувствую. Ой. Приходится боком сидеть, потому что поставила штатив. Он у меня чуть не свалился. Я тут как только не изгаляешься, когда себя хочешь показать лицом. Так вот. Что-то никто не впечатлился моим мячиком. Видите, какой мячик у меня. Буду его гонять. Конечно же, я его перемотаю на моталке. У меня есть моталка, которая мотает много. Я даже не знаю, поскольку там наматывается. Не пробовала еще такую пряжу мотать. Но вот здесь весь кардиган. Представляете? Оно такой приличный. Тут вес у него, у этого моточка. Просто вообще... Вот. Так что, дорогие друзья, я вас благодарю всех за ваши комментарии, которые вы мне пишете, за слова поддержки, которые вы мне писали, когда я отвечала на вопрос по поводу Ютуба. Спасибо, что вы прочувствовали вот все то, что я там говорила. Я вам безмерно-безмерно благодарна. Вот. Я уже в этом видео столько раз благодарю, но все мои слова это ничего не значит по сравнению с тем, что я чувствую внутри. Понимаете? Я просто не могу высказать вот эту свою благодарность. Даже приходила моя соседка, и мы здесь с ней даже всплакнули, потому что вот я вспомнила те времена, когда как я жила, и она мне тоже помогала, и я ей говорила, что я тебе безмерно благодарна, и она от эмоций, за то, что я так сказала, и я от эмоций, что я вспомнила эти времена. Мы тут на пару с ней сидели, плакали. Вот. Значит, еще хочу сказать. Как-то непонятно. Вот знаете, вот по-моему, вот как бы тянется. Один кто-то написал, а потом начинает и как бы смотрит, наверное, на этот комментарий, тоже пишут. Значит, несколько человек мне написало, почему бы мне значит, если я получаю подарки от Фаберлик, не подарки, а я сотрудничаю с Фаберлик, не дать Комушке, не поделиться с Комушкой, ведь она мне подруга, и так далее, и так далее. Дорогие друзья, ну, если я этого не афиширую, это же не значит, что я ей ничего не даю. Во-первых, мы с ней столько лет дружим, мы с ней как сёстры. Уже порядка 30 лет, у нас нет понятия такого, что там зажать чего-то или ещё что-то, я не знаю, мне кажется, мы с ней делимся самым сокровенным. Есть у меня, я ей даю, есть у неё, она мне даёт. Вот она ходила специально, там за травой ездила, она обязательно со мной поделилась, она делала настойку, там со смородины себе домой, она обязательно со мной поделилась. Точно так же и я с ней. Какая у меня есть возможность, я с ней делюсь постоянно. Вы почему думаете, что я не делюсь, я с другими делюсь, а с ней не делюсь? Вы о чём говорите? Неужели у вас такое мнение обо мне сложилось? Вот. И ещё хочу сказать по поводу одного комментария, который меня, конечно, задел заживое. Я хотела вначале этот комментарий прочитать, а потом думаю, нет, я не буду. Дословно хотела прочитать, потом думаю, нет, не буду. Я скажу смысл. Женщина одна написала, что я говорила, что от всего застраховаться в этой жизни невозможно. А она написала, что я жила в своё удовольствие и не застраховала себя, что я неправильно там, как сказать, планировала свою жизнь и так далее, и так далее, что оказалась на старой 10 лет на пятом этаже. И много ещё чего она там написала. Значит, все те, кто... Там ей ещё пальчики вверх понаставили, и поэтому я хочу ответить на этот комментарий. Если вы хотели меня обидеть, вы нисколько меня этим не задели и не обидели. Я просто хочу вам сказать, и опять там кто-то, если скажет, что я оправдаюсь, то я хочу не рассказывать, как я там жила и всё остальное. Хорошо, что вы умеете застраховываться и просчитать свою жизнь вплоть до смерти. Вы молодец. Вы молодец. Просто я хочу сказать, что как можно застраховаться от того, что случается в жизни. В моей жизни вот случилось, что я, допустим, родила двое детей, одной из них сейчас со мной нет, одной дочери. Как можно это спланировать? Вы о чём говорите? Второе. Я когда жила раньше в Волгодонске, я вообще не думала, что я когда-то попаду в Москву. Как можно это спланировать? Я когда жила в Москве, я не собиралась возвращаться в Волгодонск. Я планировала купить жильё в Москве. Но то доллар подорожал, то перестройка, то ещё что-нибудь, то пятая, то банки полетели. Да, я копила деньги. У меня лежали деньги на вкладе. Я просто не рассказываю всё настолько подробно. Потом банки у 20 банков отняли лицензии, и кто-то страховку получил, а мне даже страховку не выплатили. И что? А зачем об этом? Я просто посчитала ненужным об этом говорить. Да, я осталась у разбитого корыта, но я не сложила руки. Я никогда не жила в своё удовольствие. Я никогда не жила в своё удовольствие. За всю свою жизнь я не позволяла себе жить в своё удовольствие, потому что мне никто в клювики не принесёт. А вот тот, кто написал, я так думаю, что никогда не жил вот так, как жила я всю жизнь. Я одна жила, подымала детей, подымала мою дочь, я её выучила, дала ей образование, я одна. Я дала ей образование, я её благополучно, как говорится, ну не то, что там устроила в этой жизни, но как бы вложила в неё то, что как бы... результаты на сегодняшний день, то, что они вот сейчас живут в Подмосковье, имеют свою, пусть в ипотеку, но однокомнатную квартиру, и в квартире есть что, и покушать есть что, и одеть есть что, и муж у неё хороший, и она сама хорошая, и ребёночек у нас хороший. И когда они могут, они мне помогают. Мне там тоже пишут, что ж ваши дети не помогают, потому что есть возможность помогать, нет возможности не помогать, ну что ж вы вот, я говорю везде, всё, говорю, даже соломинку в чужом глазу видите, а бревна в своём глазу не замечаете. Да, мне подписчица одна сказала, Ирина, вы не обращайте внимания на этих злые дни. Ну товарищи, ну неужели вам нравится быть злыми? Ну неужели вам нравится ими быть? Я вообще не понимаю, честное слово. Я понимаю, что у каждого своё мнение, что каждый как бы думает, кто-то ищет во всём меркантильный интерес, кто-то ищет ещё что-то. Да, я сказала, что я открыла канал, я ни от кого не утаивала, чтобы хотя бы как-то чего-то подзаработать и всё остальное. Мне начали опять ссылать какие-то программы. Я вам советую, вот вы присылайте мне программу, где мне показывают, что я там в месяц 60 тысяч зарабатываю. Вы представляете? 60 тысяч, да? Это просто вообще, я не знаю. Нет, ну я к этому стремлюсь. Я к этому стремлюсь. Дай бог, чтобы я зарабатывала. Это тысячу долларов по тем деньгам было. Вы что? Вы что? Я вам советую просто-напросто. Знаете что? Если вы считаете, что вот мы, блогеры, зарабатываем столько, откройте канал, откройте канал, заработайте столько и включите вот эту программу, которая там показывает, сколько зарабатываем мы. И вы посмотрите, правду она показывает или неправду. Мне вот просто даже вот иной раз смешно. Самое интересное, там мне прислали три разных программы, я не знаю, как они там раздомазили, или как они называются, статистика, или еще что-то. И все три показывают разное. Все три. Я не знаю, на основании чего делаются вот эти вот там подсчеты, но вот я не знаю. Ну, конечно же, не просто так создаются эти программы. Они же как бы востребованы. Почему? Потому что есть людское любопытство. Любопытство, да? Многие хотят залезть в чужой карман. Вот, допустим, на предприятиях раньше работали, да? Всегда кому-то кажется, что он меньше зарабатывает, а больше вкладывает. Да? Я больше работаю, но зарабатываю меньше, чем тот, кто рядом работает, да? Это ж вот, ну, как бы в людской натуре это есть. И я все это прекрасно понимаю. Но мы-то уже взрослые люди. Надо же со своими такими пороками бороться. Мне, например, никогда не было интересно, сколько, допустим, зарабатывает Таня Кельмяшкина. Я желаю, чтобы она прям много зарабатывала, потому что человек действительно работает. Посмотрите, сколько она вяжет. Посмотрите, какие видео она снимает, да? Вот одно удовольствие только посмотреть на ее фотографии, на то, как она вот этот интерьер оформляет и все остальное. Это эстетическая красота. Она ведь сколько положительных эмоций дарит, ну, по крайней мере, мне. Да пусть она там хоть миллион зарабатывает, я буду только рада. То же самое я могу сказать и про других девочек. Вот, допустим, все вижу надежда, ведь сколько она тоже вяжет и все. Ведь эти люди действительно работают. Они действительно работают, они вкладываются, они все это нам, вот это для нас же все. Посмотрите, создаются фильмы, да, вот, которые выпускают на экран. Сколько спонсоры туда вкладывают денег для того, чтобы создать хороший фильм? А мы, мы, мы вкладываем в свою душу, мы вкладываем в свои возможности. И потом эти спонсоры, актеры и все остальное получают деньги, а мы получаем копейки. Мне, конечно же, хочется, чтобы все блогеры, которые работают туда, Алина Вяжет тоже, вот, сколько она, я просто сейчас вот на вскидку не могу вот всех перечислить, тех, кто действительно вкладывается. Ладно, вот такие видео. Сел, наболтал, ничего не делая, ну, я имею в виду, ты же не прикладываешь, допустим, не сидишь, не вяжешь там и все остальное. Это да, вот мне там написали, вот, вы там раньше мастер-классы выпускали, там то, а сейчас типа одни болталки. Ну, если вы не видите, сколько я вяжу, ну, что я могу сказать? Я все свое свободное время вяжу. Я ни минуты не сижу, вот у меня я вот сейчас сходила в магазин, сейчас поставлю бульон готовиться, и пока он там будет готовиться, я буду сидеть вязать. Как только приготовиться, пойду приготовлю, покушаю и опять буду вязать. Я все время вяжу, я снимаю видео, редактирую, вяжу и все остальное. Говорит, что это не работа. Ну, может, у вас есть другая работа, которая вам приносит, ну, как сказать, кормит вас и так далее. Ну, я за вас очень рада. У меня ничего другого нет, которого бы я, за счет чего бы я могла бы кормиться, скажем так. И я, например, тоже не виновата, что вот жизнь так сложилась, что у нас этот коронавирус, да, что у нас маленькие пенсии, да. Мне еще задавали вопрос, пересчитали мне пенсию или нет. Мне пересчитали, добавили совсем чуть-чуть, там что-то 362 рубля, что ли, к пенсии или еще сколько-то. На сегодняшний день у меня пенсия 11.132. Вот на сегодняшний день я получила сегодня пенсию 11.132. Говорили, что будет добавлено, не знаю. Я вот в интернете вижу, что пишут, что нужно до 1 октября сходить написать заявление, чтобы какая-то доплата была тысячу там с чем-то, 1300 или еще сколько-то. Я не знаю. Но у кого не спрошу что-то, мне никто ничего об этом не говорит. Надо мне на горячую линию позвонить и узнать. Я, конечно, схожу обязательно. Вот, еще пока время есть. Как раз вот сегодня-завтра еще, вот сегодня у нас прохладушка, завтра-послезавтра вроде бы будет жарко, а потом опять вроде прохладушка. Тут же по этой жаре не хочется телепкаться, это раз. Во-вторых, надо еще узнать, как они там, в каком режиме прием ведется, потому что тоже в толпе не хочется находиться. И все, говорят, береженого Бог бережет, да. Вот, поэтому. Вот, а так, вот такая у меня пенсия. Коммуналку подняли опять с первого июля, а пенсию-то ни копейки не добавили. И им-то уже капает всем тем, кто добавил, да. А пенсионеры пусть выживают, как хотят. Я считаю, что нужно вначале добавлять, чтобы потом подымать. Но у нас все наоборот делается. Такое впечатление, что вот подымем, посмотрим, как вы выживете или нет, а потом мы посмотрим, насколько вам подымать, да. Ну, говорить можно много, да. И всегда найдутся недовольные, и всегда будут возмущенные. Но я хочу сказать, что мы же, вот, наше поколение, мы же помним те времена, когда вот уходили на пенсию наши родители, да. И, допустим, там, еще там чуть-чуть помоложе, да. И мы же видели, как они жили на пенсию. Они могли жить на нее. А мы, я не знаю, есть ли такие пенсионеры, которые, ну да, пенсии у всех разные. У меня вот знакомая, она получает 18 тысяч. Ну, 18 тысяч и 11. Есть же большая разница, да. Я говорю, и дело в том, что, опять же, там, почему, типа, у вас такая пенсия маленькая. Еще раз, для тех, кто не слышал, и, ну, не смотрел мои видео, еще раз скажу. Ну, может быть, кто-то новый там заходит, смотрит. У меня всегда была зарплата хорошая. Всегда. Я работала практически всегда чистовую. и начальник сметно-договорного отдела. Я там помощником, руководителем работала. Работала в техникуме. В техникуме у меня, получается, стаж больше всего. И там я сидела на окладе, был 110 рублей оклад. Но по тем временам это нормальный оклад был, потому что 70 рублей была мне малка. Вот. И потом я работала в отдел строя, штукатурам маляром. Это когда я еще училась, когда я еще молодая была. Там тоже у меня заработки были большие. Я работала в Новосибирске на радиозаводе. Там вообще я получала очень хорошо. И что? С Новосибирска мне прислали эту справку. Там же нужно, чтобы за пять лет же какие-то справки собрать. Может, я неправильно собирала. Я, короче, все справки со всех предприятий, которые можно было собрать. Я собрала. Потом я работала, когда мы переехали в пригород, когда у меня был коттедж свой. Мы там работали в коопторге. Я рассказывала, что мы брали в аренду ферму, и два года с копейками мы там работали. Вы думаете, вот эти два года с копейками хоть где-то сохранились мои заработки. Мы же получали деньги за то, что мы там выращивали. Мы же брали эту ферму напополам с этим копторгом. Все это официально нас оформляли. Тогда нельзя было, чтобы неофициально были оформлены. Все. Но все архивы потеряны. Все абсолютно потеряны. Что в отдел строе, что в этом копторге. Ну, в общем, вот есть промежуток времени, вот эта вот перестройка. Там он большой, по-моему, лет 15. Я точно сейчас не скажу. Это все потеряно. И, в общем, как бы мне что сказали, когда я эти справки отдала? Они мне сказали, что если пересчитают, если коэффициент какой-то там будет больше, то они мне дочислят. Вот. А так, получается, мне взяли за 2000 год коэффициент какой-то 0,8 мне составило, что я работала в техникуме. И все. Вот такая у меня получилась пенсия. И, ну, кого винить в этом? Кого винить? Можно, знаете, закопаться в этом очень много, но просто-напросто, раз уже такая ситуация случилась, надо как-то выходить из нее. и я все время из нее выхожу. То есть, меня жизнь ставит перед определенными рамками, да, и я уже начинаю, как говорится, думать, как мне выйти из этого положения. По-разному приходится выходить из разных положений. Ну, вот, выхожу, как могу. Ой, вы думаете, вот это мне манные с небес, что ли, сыпятся кругом. Ладно, что-то меня опять... Ну, иной раз вот читаешь ваши комментарии, вроде бы они не обидны, эти комментарии, но меня, знаете, вот поражает логика людская. Почему-то вы думаете, что если вы свою жизнь прожили как-то там, как вы считаете правильно, то я свою жизнь неправильно прожила. у каждого своя судьба написана, да, и каждый, как говорится, в своей каше варится, как можно равнять жизнь одного с другим, как можно где-то какие-то там советы давать в таком возрасте и говорить, а вот ты неправильно живёшь. У меня никогда в мыслях даже такого не было, а почему же вы себе это допускаете? Хочу ещё сказать, вот сейчас об этом я заговорила, я не буду озвучивать кто это и что это, но есть две женщины, они две соседки, и значит одна соседка приходит в гости другой, а эта вот живёт, как бы у неё в квартире всё, как говорится, она обустроила так, как она считает нужным, и застилает там тем, чем нужно, кушает то, что нужно, а вторая приходит, она не приглашает её к себе в гости, а ходит всё время к ней, это говорит о чём? О том, что ей в этой квартире нравится, или может быть есть ещё другие причины, это вот как бы я так выводы свои делаю, и она приходит и начинает, вот ты это покрывало застиле каким-нибудь тёмным, что ты на нём сидишь, ты его типа замажешь, вот это вот ты не туда поставила, ты перестал вот сюда, потому что вот оно там стоит, оно как бы не к месту, вот это ты не ешь, это вот оно, тебе нельзя, вот там ещё что-то там, ну как бы можно ещё перечислять много чего, чего она говорит, что вот это не делай так, а это не делай так, и она пришла, они по возрасту одинаковые, уже они на пенсии, и она приходит и начинает учить ей жизни, в её квартире, как ей жить, а это сидит, и она мне, я ей говорю, почему ты это всё терпишь, она же мне рассказывает, говорит, как она меня уже замучила, я говорю, а почему ты всё это терпишь, она говорит, нет, я не терплю, я ей отвечаю, но она не понимает, и говорит, я вот терплю-терплю, а потом раз и скажу, и она говорит, ну, такая я, она всю жизнь работала главным бухгалтером, она везде всем всё указывала, И теперь она на пенсии, она приходит и продолжает указывать ей, как ей жить И она же говорит, я же тебе не дочка, и ты же не в дом к дочери пришла Говорит, я тебе соседка, ты что приходишь ко мне и начинаешь говорить, что я хочу сидеть на этом покрывале Если оно заерзается, я постелю другое, а это выкину Ну в общем вот такая ситуация, вот есть просто категория людей Я вот все время, как говорится, сколько слышу всякие комментарии, слышу всякие истории Я все это впитываю, да, делаю какие-то свои выводы, но никогда не говорю Если у меня есть, спрашивают мое мнение, я говорю, я бы сделала вот так А ты уж делай, как ты считаешь нужным Это вот вы хотите верьте, хотите нет Вы можете спросить у Галины Евгении, сколько она раз у меня спрашивала какие-то советы Я ей говорила, говорю, Галя, я бы сделала вот так, а ты уж как считаешь, так и делай Как нужным, так и делай Я точно так же всем своим подругам говорю Я точно так же дочери говорю Но некоторые прям вот навязывают свое мнение Вот вы должны так сделать Ладно, дорогие друзья, я желаю только всем добра, позитива Если вы видите за собой вот такую нехорошую черту, ну пора бы уже обратить на это внимание Я рада всем-всем-всем абсолютно комментариям Мне говорят, ну что вам, только хорошие комментарии писать надо Нет, пишите и плохие Ну такие, чтобы они же не были оскорбительной форме, да, это раз Во-вторых, ну как бы, если вам что-то не нравится, да, ну как-то обоснуйте это Ткните меня носом в тарелку, но так, чтобы это было действительно предметно Вот, я всегда рада диалогу, всегда рада выслушать, как говорят, конструктивную критику Я обыкновенный нормальный человек В человеке намешаны плюсы и минусы, поэтому, дорогие мои Желаю всем добра, хорошего настроения, легких ровных петелек, если вы вязали Побольше радости в вашей жизни, доброты И прощаюсь с вами совсем ненадолго До новых встреч, до новых видео С вами была Ирина Редактор субтитров А.Семкин